Палочка-выручалочка для родителей. Читаем книги Игоря Вострякова. Летние чтения каникулы в Карелии продолжаются. Особое место в наших библиотеках занимают книги карельского детского писателя Игоря Дмитриевича Вострякова. Из-под его пера выходили уморительно смешные стихи и рассказы. Он сочинял короткие сказки и приключенческие повести. Пересказал для детей несколько песен искаливала и притчи о Христе. Написал трагически пронзительную повесть о детях-сиротах-братьях. До самых последних дней он встречался с детьми в библиотеках и школах, принимал участие во всех праздниках республики. Память о писателя жива, пока читают его книги. А книги Игоря Дмитриевича Вострякова всегда будут занимать почетное место в наших библиотеках. И мы будем стараться знакомить с ними каждое поколение детей. А начнем мы с его пособия «Приключения неопытных туристов». Каникулы в Карелии всегда должны быть безопасными как для детей, так и для взрослых. Эта книга должна стать по-настоящему настольной для каждого ребенка, который хоть раз в жизни собирается выбраться в лес. Глава «Алло, оператор» – из нее можно узнать, что нужно взять с собой в поход, чтобы не заблудиться. А если это вдруг случится, чтобы тебя сразу нашли. Глава «Чертов стул, гроза и черти» – о том, как нужно вести себя во время грозы. Глава «Клещи не пищи» – о самых неприятных обитателях наших карельских лесов. Глава «Укус змеи» подскажет, каких змей не нужно бояться, а каких обходить стороной. И ни в коем случае не убивать. Глава «Снаряды» – это не дрова. Напомнит о том, что наши леса во время Великой Отечественной войны были настоящим полем боя, и там до сих пор есть опасные следы того времени. Снаряды, неразорвавшиеся бомбы, патроны. Прочитайте обязательно советы, как не стать невольно жертвой этой войны. Глава «Жара, жажда и вирусы» – о том, как сделать безопасной воду, найденную в лесу, а может даже обмануть свой организм, требующий воды. Возможно и такое. И это еще не все. Есть советы о том, как найти еду в лесу, правильно развести костер и не устроить пожар. Помимо летних советов, есть советы и зимние. Ведь мы можем отправиться в походы зимой. Таким образом, эта книга всегда будет незаменимой для тех, кто любит походы и путешествия. Игорь Дмитриевич Востряков сочинял такие стихи для детей, которые запоминаются с первого прочтения. Их можно читать слух малышам и предлагать для самостоятельного знакомства школьника. Вот несколько стихотворений из одной из его самых первых книг «Чунды-унды-закалюки». Чунды-унды-закалюки потеряли как-то брюки. Фуки-буки их нашли, к Чунде с брюками пришли. Брюки ваши или не ваши? Или вашего папаши? Ну, какие ж это брюки? Это чудо-пароход! Я на этом пароходе два часа при всем народе вдоль Америки ходил. И за мной гонялся страшный брыло-мыло-крокодил. Я, конечно, не боялся, два часа над ним смеялся. Брюки ваши или не ваши? Или братца Николаши? Ну, какие ж это брюки? Я на них летал от скуки. Это чудо-самолет. Он летает только боком и садится лишь с прискоком, да и задом наперед. Брюки ваши или не ваши? Или сестрицы вашей клаши? Брюки. Это вовсе и не брюки. Тут торчат такие штуки. Если к ним приклеить тазик на известный клей-момент, то получится горбатый и слегка зеленоватый чудо-юдо-лисапет. Хватит, хватит! Вот вам брюки. Отдаю их прямо в руки. А теперь скорее дайте чудо-юдо-лисапет. А зачем вам лисапет? Просто я проголодался, пока слушал ваши бредни, и поеду на обед. День рождения. День рождения! День рождения! Ели мы халву с печеньем, торт с прозрачным мармеладом, заедали шоколадом. А потом мы на пол сели, еще конфеты ели. Все кричали «С днем рождения!» Я молчал и ел варенье. И спросил один малыш «Почему ты не кричишь? Почему ты не кричишь, лишь ушами шевелишь?» Я спросил, доев варенье «А кому здесь день рождения?» Творчество Игоря Вострякова в свое время очень высоко оценил, пожалуй, самый известный детский автор Эдуард Успенский. Когда он впервые прочитал его первые рассказы, еще не опубликованные, в ответном письме автору написал «Получил ваши прелестные рассказы» и с большим удовольствием прочитал. Они свежи, веселы и хороши по темам и событиям. Впоследствии Успенский отметил, что некоторые из них были написаны не по литературным, а по каким-то непонятным ему неписанным законам. В предисловии книги Игоря Вострякова 2008 года «Волшебный лучик детства» Эдуард Успенский написал «С полным основанием могу сказать, что Карелии повезло!» В Петрозаводске живет и работает классный детский писатель Игорь Востряков. Предлагаем вам послушать два рассказа из книги «Дождь из огурцов», вышедшей в 1989 году. Наверное, уже все дети знакомы с таким жанром, как детские ужастики. Это сейчас писатели собирают этот детский фольклор, обрабатывают его и даже сочиняют свои страшилки. А лет 30 назад, когда и был напечатан этот рассказ, дети сочиняли истории о черной перчатке, красной руке или зеленой даме. И пересказывали друг другу, и всегда ночью, чтобы было пострашнее. Поэтому это и стало настоящим детским фольклором. Черти на шариках. Однажды мы с Васькой поехали на рыбалку. Когда стемнело, развели костер, сварили уху, потом разлеглись возле костра. Васька с одной стороны, а я с другой. Ночь была тихая, теплая. Вдруг Васька ни с того ни с сего принялся рассказывать страшные истории. О черной перчатке, которая залетает в форточки и душит людей. Об оранжевом чемоданчике, приносящем несчастье. О пиковой даме. На правой ноге, у которой надет черный валенок, а на левой белая перчатка. И о том, как эта дама утаскивает зазевавшихся людей в могилу. О зеленых человечках, прилетающих из космоса и обливающих всех зеленой жидкостью. После чего мозги у некоторых поворачиваются на бекрень. Еще он рассказывал о чертях, летающих на шариках, и многом другом. Почти к самой воде подступал лес. В темноте он казался таинственным и страшным. Слушая Ваську, я поплотнее завернулся в куртку и не заметил, как уснул. Среди ночи меня разбудил какой-то звук. Я прислушался. Совсем рядом треснул сучок. Я приподнялся. Костер не горел. Было очень темно. Васька спал рядом, свернувшись калачиком. Вдруг от большого куста отделилась скорбленная фигура и направилась в мою сторону. На левой ноге у нее белела перчатка. На правой чернил валенок. «Пиковая дама!» — едва не крикнул я. К счастью, мне подругу попал пакет с сырыми яйцами. Не помня себя от страха, я швырнул яйцо в череп ужасной старухи. Она повалилась на землю, потом поползла. Я принялся метать в нее оставшиеся яйца. Старуха остановилась и стала обходить меня с тыла. Тут я встретил ее градом вареной картошки. Не выдержав, она жалобно вскрикнула и пропала во тьме. На всякий случай я зафинтелил ей вслед котелком из-под ухи. Потом завернулся в куртку, оставив лишь узкую щелку для глаз и долго смотрел в пространство, как в амбразуру. Разбудил меня Васька. Было светло. — Ты-ты-ты трыхнешь? — заикаясь, спросил он. — А я глаз не сомкну. — Как это не сомкну? Да ты... — возмутился я, но осекся. На траве калачиком лежала его куртка. Смутная догадка насторожила меня, и я приумолк. Ночью пошел за кустики. Хриплым шепотом сообщил Васька. Вдруг, откуда ни возьмись, зеленые человечки. Хлопни инопланетным контейнером по черепу. Я и упал. Чувствую, течет по щекам зеленая жидкость. Только поднял голову, сразу четыре удара. Один в глаз, другой в подбородок, третий в ухо, четвертый по зубам. Метнулся я в сторону, а там черти на шариках носятся. Удар за ударом, и все в меня. Кинулся я в лес. Вдруг, откуда ни возьмись, вылетает самый главный черт. Врезал мне железным кулачищем по спине и в кусты. Голос у Васьки дрогнул. Так что одевайся, Генка, в Академию наук поедем. Зря я, что ли, всю ночь промаялся. Лицо, рубашка и руки у него были вымазаны чем-то желтовато-зеленым. В шемвелюре белел обломок инопланетного контейнера, который оказался куском яичной скорлупы. Сомнения мои кончились. Идем, Вася, умываться, мирно предложил я. Васька сразу стал кричать, что для науки согласен пойти на любые жертвы и потому умываться не собирается. Как хочешь, Васенька, ласково сказал я. Только ночью и на меня нападение было. На тебя? Удивился Васька. Ага. Пиковая дама напала. Еле зелеными человечками да чертями на шариках отбился. А потом пришлось ей вдогонку главного черта запустить. Уж такой чумазый. Все руки об него вымазал. Вон, под кустом валяется. Потрясенный Васька словно проглотил язык и, долго не мигая, смотрел на тяжелый рыбацкий котелок, лежащий под кустом. Наконец, сообразив что-то, почесал то место, куда он ему угодил, поежился и пошел умываться. Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Закончатся и эти летние каникулы. Частенько учителя предлагают написать сочинение о том, как я провел лето. А вот героям рассказа прилагательное учитель предложил закрепить эту часть речи следующим образом. Рассказ прилагательное. Мы проходили прилагательное. Объяснений Полины Ивановны я не слушал и весь урок читал книгу «Всадник без головы». На следующий день Полина Ивановна как нарочно вызвала меня к доске, где уже был написан текст и продиктовала всему классу. За грибами. Три друга пошли в какой-то лес за какими-то грибами. У какого-то Миши была какая-то корзинка, а у какого-то Коли и у какого-то Вани какие-то лукошки. Они собирали какие-то грибы и перекликались какими-то голосами. Вдруг какое-то небо потемнело и пошел какой-то дождь. Миша, Коля и Ваня спрятались под каким-то деревом. А теперь, ребята, сказала Полина Ивановна, придумайте нужные по смыслу прилагательные и поставьте их на место пропущенных слов. Это касается и тебя, Синичкин. Я сделал вид, что усиленно думаю, а сам с надеждой посматривал на Ваську. Васька что-то написал на бумажке и бросил ее мне. Полина Ивановна сидела ко мне спиной и писала. Я развернул бумажку и стал по порядку быстренько вставлять Васькины прилагательные в предложение. Я так спешил, что даже рука заныла от напряжения. Наконец, я переписал последнее прилагательное и сказал «Все». Когда я сказал «Все», ребята подняли голову от тетрадок. И класс грохнул. Я никогда не слышал, чтобы так смеялись. Полина Ивановна очень рассердилась и, строго взглянув на меня, сказала «Ну что ж, Синичкин, если ты считаешь, что все прилагательные на месте, то прочти на «Что же ты написал?»» И я стал читать. «За грибами» Три друга пошли в косолапый лес за развесистыми грибами. У голубого Мишки была неумытая корзинка, а у раннего Коли и продолговатого Вани незнакомые лукошки. Они собирали счастливые грибы и перекликались квадратными голосами. Вдруг первое небо потемнело и пошел вчерашний дождь. Миша, Коля и Ваня спрятались под жизнерадостным деревом. «Теперь тебе понятно, Синичкин, — сказала Полина Ивановна, — что даже списывая готовое, нужно думать и самому!» Я сказал «Понятно!» Но как Полина Ивановна узнала, что я списываю? Этого я так и не понял. Летние каникулы должны быть интересными, наполненными событиями и встречами. Но что делать, если запланированные поездки в этом сложном году не состоялись, и даже за город выехать не удается? Можно и пребывание в городе сделать запоминающимся. У Игоря Вострякова есть совсем необычная книга «Учебник по воронью» или «Как тренировать воображение». Воспользуйтесь советами из этой книги, и тогда любая встреча с друзьями или простые вечера в семейной обстановке станут незабываемыми. Ведь эта настоящая энциклопедия нескучной жизни подскажет идее веселых игр, а взрослым напомнит то, во что они играли в детстве и, возможно, уже забыли. А дети ведь так любят играть. Кстати, вот идея для самой первой игры. Ведущий составляет текст и пропускает, например, все прилагательные, а присутствующие не знают, о чем этот текст и по очереди предлагают свои варианты. Ведущий вставляет слова и потом зачитывает получившийся рассказ. Игорь Востряков сначала написал рассказ, а затем эту идею предложил в своем учебнике. Проверьте. Получается очень смешно. Во всех муниципальных библиотеках нашего города вас ожидают книги Игоря Дмитриевича Вострякова, а именно «Быть здоровым – здорово», «Волшебный лучик детства», «Дождь из огурцов», «Приключения неопытных туристов», «Та часть речи, что упала с печи», «Учебник по вранью». Желаем вам приятной встречи с творчеством нашего любимого писателя, а кому-то и приятного знакомства.